всем привет ребята на связи грим оптимист и в сегодняшнем блоге мне бы хотелось затронуть очень серьезную тему но перед тем как не приступить я бы хотел уже по доброй традиции наверное сказать что начинается ребята сезон клещей у нас вот здесь как видите пока снег но уже в некоторых местах он почти стаял и просто хотел бы обратиться к тем кто проживает возле парков каких-то зон где много растительности и лесов будьте внимательны не стоит недооценивать эту мелкую заразу даже если вы никогда не сталкивались не надо думать что это что-то знаете такое мифическое типа и никогда с вами не случится это всегда происходит внезапно и поверьте мне вот такая вот маленькая зараза да не знаю показать может стоить вам жизни здоровья не знаю там ну это очень-очень на самом деле опасно просто старайтесь не ходить по траве лишний раз старайтесь осматривать ноги и ну скажем так свести к минимуму все риски вот ну и покупайте репелленты и обрабатывайте скажем так штаны и обувь перед тем как идти туда-то вот такие места вот единственное там ну по репеллентам я не буду сейчас там делать гайд но там должен быть какой-то нейротоксин а не помню его название который именно воздействует все остальное которое пугивает полный они не работают тема ребята сегодняшнего блога у нас это скажем так жизнь непосредством и кредиты на самом деле очень актуально потому что я уже давно стал замечать что очень многие люди завозят кредиты вообще на пустом месте лично я придерживаю скажем так такой идеологии что ну или точки зрения наверное будет сказать я не претендую на истину но для меня как бы кредиты это знаете что-то ну такой крайне то есть ты берешь кредит когда вот что-то очень надо очень надо но ты не можешь себе это позволить лично для меня вот влазить кредит ради не знаю там нового телефона телека побольше диагональю там я не знаю или тачку поменять там какую-то на более крутую это ну маразм полнейший я не буду даже сейчас 20 подробностей говорить то что у нас в стране да и не только у нас это много где на самом деле кредиты построены таким образом что по большому счету они ну как заводят заблуждение людей зачастую то есть там мелким срифтом приписки да какие-то дополнительные условия и человек в итоге взяв кредит там на 50 тысяч заплатит 80 еще должен останется в итоге и этим грешат почти все банки и так или иначе там какие-то больше типа тинькова какие-то меньше и открылось огромное количество всяких быстро денег и прочие херни которые ну вообще там дурят людей ну принципе как бы понятно что тот скажет люди сами виноваты но все-таки я считаю что подобные организации его типа быстро денег их надо закрывать конечно на государственном каком-то уровне потому что там полный крестом до полутора процентов в день то есть ты можешь взять 10 тысяч через неделю ты уже должен 25 там ну в общем капец суть такая что я реально вот недавно помню на стриме услышал такую фразу ведь взял кредит чтобы съездить отдохнуть его знаете это такая квинтэссенция дебилизма ты берешь кредит чтобы съездить отдохнуть то есть там ну грубо говоря взял ты 50 тысяч съездил хорошо и потом тебе нужно грубо говоря отдать уже 70 а то и 80 и тебе нужно потрачить как просто как сволочью последний потому что ну иначе ты не выплатишь и в итоге весь твой отдых он пойдет нахер просто по сути то есть ты потеряешь сейчас все свое здоровье которое ты там возможно сохранил на этом отдыхе да или заработал ты устанешь еще больше и смысла в этом нет никакого про телефон и я уже сказал то есть лично я считаю что человек должен жить по средствам вот часто меня даже спрашивают люди говорят а вот чё ты там взял 1060 ты же можешь себе позволить там 1070 или 1080 даже даже 1080 я в принципе могу себе позволить да то есть учитывая на что ну она у меня окупится так или иначе но понимаете в чем дело мне не надо и мне 1060 видюхи вот так вот она тянет все она позволяет мне работать и мне больше ничего не надо то есть я не гонюсь за фпсами мне похер что кто подумает скажу что у этого стримера 60 я вообще насрать я работаю мне хватает вот и все то есть как бы тут надо понимать что есть какая-то конкретная задача и я просто скажем так трачу деньги чтобы эту задачу как следует нормально можно было выполнять все не более того и я подобных принципов поддерживаюсь везде то есть другая покупая одежду ты смотрит чтобы она была удобная да ну и нормально смотрелось все там что на ней написано сколько она стоит это дело второе уже покупая телефон тот же самый сяомер для ноут 4x мой да но на которой я сейчас и снимаю он полностью удовлетворяет всем моим требованиям то есть он достаточно мощный он не лагает он позволяет мне работать в интернете отвечать на комментарии людям там какую-то статистику отслеживать он вполне неплохо снимает как как для такого телефона и в принципе все мне ничего не надо мне нужен телефон там какой-то сильно лучше сейчас я подумал что наверное может быть стоило взять кто-нибудь чуть-чуть что-нибудь посерьезнее да там может быть какой-нибудь meizu но я понимаю что я никогда не буду брать телефон за 30 40 за 30 еще спорно допустим давно за 40 50 60 70 тысяч это с моей точки зрения полнейший дебилизм просто вообще все я в этот раз правой руки держал телефон и рука отнимается все равно и как бы как объяснить ты ела-пала мне просто не надо это понтоваться мне не пьяни в том возрасте понимаете чтобы уже кидать какие-то понты всем моим знакомым друзьям им насрать какой мне телефон абсолютно похер вообще и что подумают это люди которые там в автобусе меня его увидят или еще где-то мне положить просто абсолютно во первых никто никогда не пони не поймет какой мне телефон потому что сейчас все телефоны выглядят одинаково еще раз и говорю там неважно сколько он стоит а 10 20 30 50 100 они все одинаково выглядят практически особенно если в чехле вот и все ребят и я просто считаю что нужно как бы здравооценивать свои возможности и свои потребности вот и все если тебе что-то надо хорошие именно ну вот конкретно не потому что тебе хочется если покупать все потому что тебе хочется то знаете это как у старый совет не ходите в магазины голодным то есть ты приходишь супермаркет голодным и набираешь каких-то снеков приколюх там в итоге тупо у тебя полторы тысячи улетает ты на кассе стоишь такой с вас 1735 рублей ты думаешь ёбка мать блять я вроде ничего не покупал а и тебе это нахер что не надо тем более ты все это не съешь за раз ты придешь домой в напоришься до сблёва и все и как бы деньги ушли и как бы ну не не гал не в голове не в жопе знаете как желудок старого добра не помнить я не говорю что нужно питаться какой-то фильме просто ну вот по тому же принципу покупать что-то по принципу типа о хочу ну надо просто день посидеть и подумать залезь в интернет почитай отзывы почитай что это такое надо или нет разберись и через день возможно ты поймешь в тебе этой вещи уже ну как бы особо-то и не надо тебе не хочется эту херню возможно есть что-то другое на что стоит потратить эти деньги вот и все вот люди к сожалению это не всегда понимают и серьезно там я знаю людей которые зарабатывают там 25-30 тысяч при этом вот сейчас хотят брать у них у них есть там допустим samsung galaxy s 7 они хотят менять его час на 9 например да там видно 8 ну как бы этом он полностью работает но вот ему надо поменять нахуй тебе нужен просто блядь он ничем не отличается кардинального ничем не отличается просто вообще но человек хочет вот хочет он именно этот телефон или iphone новый какой-нибудь и он сам даже блять не знает зачем он им по большому счету через три приложения вы тут записываю через open camera и что-то как-то не знаю он для фокус как-то херово по-моему ловит напишите я специально его буду выкладывать ну где просто тестирую это приложение вместо обычной камеры пользуется open camera еще ты как-то я не знаю странно это приложение работа ну я просто веду к тому что от того что ты берешь кредит и ты не начинаешь больше зарабатывать и не улучшать свое материальное положение наоборот то есть становишься должен еще больше то есть тем самым ты сокращаешь свои возможности и кредит это то что способно постоянно постоянно воздействовать тебе на мозг то есть когда ты понимаешь что на тебе висит кредит и так или иначе воздействует тебе на психику ты будешь постоянно думать вот что вот не надо заплатить то все как бы и это но не способствует душевному спокойствию и я я понимаю людей когда там допустим надо квартиру взять но надо просто блять негде жить там и не знали еще что-то да там ну при у нас 5 попробуй купи хату там за три за три четыре миллимона если это я еще в нашем городе говорю там москве вообще попробуй купи блять заработай понятно что тяжело да я понимаю человек которому нужна машина ну просто нет денег но ему нужна машина для работы для жизни ну просто вот никак без нее да как без рук я могу это понять но когда реально берут какую-то хуер гублять берут просто так кредиты типа там на шмотки какие-то еще что-то блять зачем вы это делаете серьезные люди если вы не будете брать кредиты вы сможете гораздо больше себе позволить потому что у нас кредиты все под большой процент у нас не бывает такого что там 5 процентов годовых все равно то есть ты не сможешь взять кредитом на 50 заплатить 55 через год ты заплатишь 70 нахуй за него ты больше если ты еще не грамотный плохо читаешь документы да и перед тем как их подписывать ты заплатишь и 100 нахуй еще должен останешься в любом случае если бы ты по как бы купив вещи за 50 тысяч ты бы платил за них 50 тысяч а не 80 блять ну просто подумаешь что ты бог бы знаете на эти 30 косарей которые ты сэкономил то могу себе купить еще столько же почти вот и все как бы не знаю вот откуда это идет в людях у меня просто отсутствует как сказать отсутствует чувство какой-то даже не жадность я не знаю как это назвать блин я не азартный человек например и у меня нету вот тяги говорю каким-то понтам тяги как каким-то дорогим вещами чего-то подобного я могу иногда купить что-то дорогое просто потому что мне надо как игру микрофон все время за 15 тысяч купил ну потому что не было ничего нормального дешевле ну пришлось взять этот да но зато мне служит уже четыре года как бы и он уже купился в миллион раз и это было ну скажем так оправданная трата денег потому что просто тогда не было альтернативы такого же качества за вменяемые деньги но сейчас например я понимаю что наверное я бы не стал уже его брать потому что есть там китайские самсоны которые по качеству так ну там разница вообще не ловится на ухо никак и они стоят там 5-7 тысяч вместо 15 я бы наверное взял их вот с этот микрофон у меня прикажет жить я наверное куплю самсон там метеор или как он называется уж не помню вот и все как бы и я даже не знаю еще еще добавить ну это все просто я понимаю что многие из вас это и так прекрасно сознают это что в принципе так примерно и поступают но есть очень большое количество людей которые реально страдают какой-то херней а потом жалуются что у них нет денег постоянно ну еще раз говорю будешь жить постоянно в кредитах я никогда не будет денег и ты ничего с этим не поделаешь если хочешь скажем так покупать более дорогие шмотки пользоваться более дорогим телефоном то думай как заработать я ну это трать время на это или деньги потрать на это там я не знаю попробуй что-нибудь в любом случае там потрать время на самообразование освоить там я не знаю что-нибудь подрабатывая фрилансом елы-палы я когда-то этим занимался например пробовал вот это в принципе работает ну как подработка это реально может принести там лишних 10-15 тысяч в месяц если наловчиться и уже глядишь у тебя уже не 35 заплату а 50 а 50 это уже другой разговор то есть как бы все нет но человек он будет брать кредиты нахуй до победного потом будет отдавать последнее блять за эти кредиты сраные будет постоянно блять всем должен нахуй всю жизнь из одного кредита полезет другой блять кредит перекредитовка и все это бесконечная нахуй история просто пока вот он он никогда из этого круга не выросся про быстро деньги еще раз говорю я уже не рассказывал это вообще отдельный трэш блин вот так что блин вот вроде еще раз говорю все просто но почему люди этого не понимают вот серьезно почему зачастую я вот реально захожу в магазин вижу как человек берет кредит блять на телефон на последний зачем тебе он просто блять задумайся нахуя смотри думаю здесь может обойти не отлана пойду нахуя он тебе нужен просто серьезно вот зачем тебе он блять зачем тебе телефон за 80 тысяч в автобусе ездишь блять зачем он тебе что ты будешь с ним делать он через год потеряет половину своей стоимости а то и там 60 процентов просто половину блять ты 50 тысяч тратишь в год вообще в никуда просто вы купите просто для того чтобы показать своим друзьями не знаю что у меня новый телефон там да и то есть они как бы более-менее собрать не скажете это долбоеб ты блять потому что нахуй нахуй себе купил просто купил бы за двадцатку нормальный телефон себе и все как бы я и 70 на карман там ну или там 60 на карман себе положил бы и спокойно можно было бы что-нибудь там еще купить вот это ну странно есть люди например которые помешаны там на компьютере покупают там блять 1080 ти 2 в слай режиме наху них комп там 1200 стоят при этом они тоже зарабатывают тысяч тридцать сорок зачем тебе такой компьютер просто просто зачем ну еще если у тебя нету VR очков или или там четыре катера монитора тебе вообще нахуй это не надо блять то есть ты не почувствуешь разницы я вам так скажу что даже человек который зарабатывает 200 300 тысяч он может быть нищим при этом вы не поверите просто достаточно взять несколько кредитов нормальных да так купить себе bentley какой-нибудь кредит извиняюсь ребята сейчас будет это громко купить себе bentley какой-нибудь кредит взять там я не знаю какую-нибудь там восьмикомутную квартиру в кредит и все и ты будешь по 150 по 200 тысяч в месяц отдавать там нахуй и опять без денег останешься то есть вот дело не в доходе есть такая старая поговорка как это богатый не тот у кого много а тот кому хватает и это действительно так я вот удивлялся как у меня там бабушка по материнской линии она умудряется грубо говоря ей хватает с пенсии да ну не правда пенсия большая относительно да но все равно и она еще откладывает там ну мама и помогает правда но все равно как бы я просто помогаю другой бабушке которая перми а то она живет в другом городе там долго история не небольшой внимание вот и просто потому что она не тратит много денег ушла не покупайте новые айфоны блядь кредиты подшали вот и все ребят вот и вы тоже задумайтесь на то ли вы тратите бабки свои надо ли вам и вообще то что вы покупаете или нет или можно как-то без этого обойтись в принципе и и все как говорится встанет на свои места мне лично так кажется ребят серьезно вот вообще я как бы не спец в плане там говорю кредитов но я посмотрел поинтересовался эта тема посмотрел несколько роликов пообщался у меня есть хорошие знакомые и близкие которые работают в банковской сфере я пообщался по этой теме и понял что это ну вообще то есть это целая болезнь скажем так ну некоторых для некоторых людей то есть они всю жизнь живут в кредиты вот просто из кредита в кредит из кредита в кредит из кредитов и они уже не могут блять ничего покупать не в кредит они привыкли все покупать в кредит они позивали переплачивают они постоянно кому-то должны они за они потом начинают заебывать всех своих друзей и знакомых блять у них занимать потому что им ни один банк уже кредита не дает потом они идут быстро деньги берут там потом их ищут коллекторы блять начинают ебать мозги всем знакомым блять эти коллекторы начинают ломиться, там, не знаю, к ним в хату и так далее. Потом, блядь, на них подают в суд, приходят судебные приставы, блядь, начинают описывать, там, я не знаю, ну, в общем, это все. А все началось с того, что человек просто вместо того, чтобы, блядь, грубо говоря, купить себе телефон за двадцатку, он пошел и купил себе Galaxy, там, последний какой-нибудь. Все, он мог этого не делать, там, ну, условно говоря, все было бы нормально. Вот. Вопросов не было бы, если, допустим, деньги ему нужны на лечение, грубо говоря, там, нашли у него какую-нибудь, там, ну, неприятную болячку, например, да, там, ну, там, не знаю, какая-нибудь безпозвоночная грыжа, там, хорошая операция в хорошем месте, там, стоит, например, там, ну, двести тысяч рублей. Ну, я просто так, абстрактно. Да, понятно, что тут есть смысл, наверное, взять кредит, потому что, ну, здоровье. То есть, ну, тебе прооперируют, ты встанешь на ноги и заработаешь. Это понятно, но, блядь, такое бывает редко. Большинство кредитов вообще потребительские, так называемые. Как вам хорошо сказал, этот, Антон с канала Привет с Урала, что потребительский кредит, это уже вот это слово потреблятство, да, то есть, оно вот уже заложено, блядь, в названии вот этого самого кредита. Что вот уже как-то вот у меня лично отторжение вызывает, это даже вот термин этот потребительский кредит, блядь. Нахуй тебе нужен, серьезно. Ну, в большинстве случаев реально можно обойтись без этого. И все. Так что жить, говорю, надо посредством. Не надо покупать, скажем так, то, что тебе особо не надо. И тогда, возможно, у тебя останутся потом деньги, чтобы действительно купить что-то для себя. В большинстве случаев можно подумать, посидеть, разобраться, говорю, найти где-то подешевле, там посчитать, покурить форумы, там пообщаться с людьми, проконсультироваться и подумать, так прикинуть, думаешь, вот так вот, глядишь, там уже нашел не за 25, а за 20. А вот здесь, глядишь, еще там, не знаю, кэшбэк себе оформил, там еще пару тысяч сэкономил. Ну и как-то вот нужно, надо просто думать. Если мало денег, то надо, как говорится, думать, как сэкономить, а не как бы быстрее, блядь, эти, грубо говоря, эти бабки где угодно взять, там, блядь, похуй, когда отдавать и бежать уже покупать. Вот и все. Посмотреть, там может, б.у. очень нормальная есть. Там, ну, не хочешь б.у, окей, говорю, там еще что-нибудь подумай, там, закажи, не знаю, там, из другого города, там, в каком-нибудь другом магазине подешевле. Ну, тем не менее, все равно, вот люди почему-то этого не делают. Ну, я уже как-то по кругу на пошел, да? Просто я могу долго говорить на эту тему, у меня реально бомбит. То есть просто, потому что я смотрю, блядь, и не понимаю. Это как, знаете, одно время я в магазине, помню, у меня есть знакомый, там работают в одном магазине, который торгует всякими гаджетами для телефонов, там, всякими, ну, гарнитурами, ну, в общем, хуйней такой. И там были чехлы для айфонов с вырезом, короче, под яблоко. То есть, чтобы все видели, что у тебя айфон, вот это, блядь, апогей, нахуй, просто вот какого-то безвкусных понтов каких-то, вот просто у тебя на чехле вырез на яблоко, блядь, чтобы все вы видели. Вот какая тебе разница, увидят люди твои обосы на яблоко на телефоне или нет? Просто вот что тебе с этого, блядь? Какая разница, серьезно? Всем похуй, вот я открою страшную тайну, всем похуй, какой у тебя телефон. Вообще поебать всем. Никто даже не смотрит на него, блядь. Но вот люди все равно покупают эти чехлы, потому что вот хочется сказать, что вот я не зря, блядь, потратил 70 косарей на этот телефон. У меня, блядь, айфон, у меня яблочко здесь. Ну, долбоебцы, чехулись себе взять, я не знаю. Просто те люди, которые покупают айфоны, ну, просто потому что это удобный телефон, как бы, да, там, ну, может, камера более-менее нравится. Те, кто могут себе действительно позволить, они не будут покупать чехол, блядь, с вырезом под яблоко. Ну, нравится им Apple, нравятся им айфоны, там, и, как бы, ну, просто привыкли они к этому, там, или, ну, у них вообще достаточно денег, чтобы не задумываясь просто покупать самый, как бы, крутой, типа, телефон и все. Они не будут этим заниматься, они никогда, конечно, не будут давать кредиты на это и так далее. У меня просто такое мнение, что если, грубо говоря, какая-то, вот, как итог, да, подведем, что если какая-то вещь тебе, как бы, ты хочешь какую-то вещь, но ты не можешь просто пойти в магазин и ее купить, то она тебе нахуй не нужна просто, в большинстве случаев. Вот и все. Вот, ну, по-другому редко бывает. Говорю, бывает, конечно, исключение, но это очень редко. Обычно просто действительно тебе не нужна эта вещь. Тебе кажется, может быть, тебе хочется, там, я не знаю, ты там увидел у кого-то из знакомых ее, или, может быть, обзор какой-нибудь посмотрел, там, да, и ты весь такой загорелся. Нужно перетерпеть этот момент, там, буквально один-два дня, и все, и ты подумаешь, и через два дня тебе уже нахуй это будет не надо. А так ты купишь, день ты, может быть, такой весь, там, о, на позитиве побегаешь, там, будешь всем показывать, там, то, сё, там, а через два дня ты уже забудешь нахуй про это. А 50 тысяч там, или сколько уже улетели. Вот и все. Да, непростая, ребят, тема, серьезно, для разговора, ну, что поделать. Тема непростая, но очень актуальная, и будет она актуальна, наверное, ребят, всегда. Потому что, ладно, там, вы, грубо говоря, я думаю, что, в принципе, большинство из вас и так это знает, но всегда найдутся те, кто своего мнения придерживается, и все равно будут до победного, блядь, поступать так же, как и раньше, в любом случае. Как этот, кто-то, я помню, мне в комментариях один раз хорошо написал, говорит, кредит, это, говорит, как обоссаться на морозе. Сначала тепло. Вот примерно, так оно, ребята, и есть. Серьезно. Сначала тебе тепло, блядь, а через месяц тебе уже холодно, блядь. Будет еще холоднее, чем было. Яйца себе все отморозят. Такие дела, друзья. В общем, у меня уже вечер. Не знаю, как, короче, приложение-то справляется. У меня такое ощущение, что оно хуевое какое-то, не знаю. Вот. Напишите в комментариях, в общем, если говно, то буду пользоваться стандартным приложением. Так что давайте всем удачи. Будьте, не знаю, внимательны во всех смыслах. Думайте башкой своей, прежде чем что-то делать, прежде чем тратить бабки и вообще, ну, абсолютно по любым вопросам. Вот, ребят, давайте. Всем спокойной ночи. Добрый вечер. Не знаю, когда это видео выйдет, честно говоря, еще пока не решил. Всем до скорого и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,